Друзья, это видео-проект «Русская Америка», и я сейчас хочу сделать интервью с одним из блогеров из России. Его зовут Сергей Лукьяненко. Канал у него называется «Бородатый канал». Вот я тут себе записал 58 тысяч у него подписчиков, 6 миллионов просмотров. И по традиции у нас видео будет сделано из двух частей. Сначала я задам вопросы Сергею, а потом Сергей задаст вопросы мне. Привет, Сережа! Я только сегодня познакомился с своим каналом и, конечно, был удивлен, что один из твоих роликов набрал почти 2 миллиона просмотров. Я его посмотрел, ролик действительно прикольный. И можно таким образом в одном ролике увидеть всех блогеров, которые вещают, ну, популярных блогеров, которые вещают для молодежи в российском интернете. Многих из них, конечно, я даже и не слышал. Я увидел только ники в твоем канале. То есть ты такой вот сборник всех в одном ролике сделал. Поэтому ролик хороший, наверное, поэтому набрал 2 миллиона просмотров. Все очевидно. Вот вопрос такой. О чем твой канал, для чего ты его сделал, какие цели преследуешь и так далее? Целей, собственно, никаких и нет. Просто мне нравится снимать видео, и моя профессия связана с видео. И получается, что жить я без этого не могу. И блогерством решил я заняться, наверное, года 2 назад. Все как-то... В России же все набирает обороты гораздо позже, чем на Западе. На Западе, если уже блогеры появились, у нас это только как-то года, не знаю, 4 назад начало активно развиваться. И, насмотревшись более опытных собратьев, коллег моих, я тоже решил, а почему бы и нет. И решил попробовать. В общем, ну, я до сих пор нахожусь в поиске. Не знаю, на какой основной теме остановиться на этом канале. Ну, я думаю, что я даже не буду ни на какой теме останавливаться, потому что разнообразие, мне кажется, привлекает большее количество аудитории. У тебя есть какие-то постоянные зрители, которые твои фанаты, они тебя смотрят, ты с ними общаешься? У меня были форматы. Фанаты. Я говорю, у тебя есть постоянные зрители, твои фанаты, да, которыми ты общаешься, уже тебя они как-то любят, знают и так далее. Да, есть постоянные люди, которые в социальных сетях ВКонтакте, не знаю, в Инстаграме все время комментируют, пишут и, в общем-то, количество подписчиков ВКонтакте тоже об этом говорит. Если люди подписываются, значит, им это нужно. А кто твоя аудитория, как бы, получается? Я думаю, что все-таки молодежь, потому что... До скольки лет? Ну, все видео, я думаю, до 25, думаю, так. Вот, не знаю, от 12 до 25. Я твои все видео, конечно, не видел, так, избранные посмотрел. Матершиных слов не услышал или есть все-таки? Нет, нет, я не придерживаюсь. Потому что обычно, чем больше матюкаются, тем выше рейтинг у блогеров российских, как ни странно. Ну, значит, это не моя судьба. Да, в России это очень приветствуется. Что же это такое за видео без матов? Я считаю, что я лучше буду делать так, у меня будет меньшее, но я сохраню себя в чистоте. Это хорошо, потому что у нас тут тоже среди американских блогеров есть несколько блогеров, которые позиционируют свои каналы, как каналы такие матершинников. Вот, ну, и у них много просмотров, и много зрителей. Ну, это, конечно, те люди, которые никогда не уедут в Америку. Окей, у тебя, получается, все-таки это сейчас уже не только хобби, но и чуть-чуть бизнес. Ты, наверное, сделал монетизацию, да, на канале или на этом и зарабатываешь? Да, монетизация, монетизация, да, на каналах подключена. Ну, как там, деньгами это сложно назвать. Так чуть-чуть набирается, потому что в России, наверное, же ты наверняка знаешь, какое правило с контактом. Там, если раньше просмотры с контакта засчитывались и деньги какие-то с рекламы капали, то потом Дуров же решил, а чего это, ну, он мне деньги не платит. Вот, и отключим-ка мы вот эту возможность монетизировать видео. И все блогеры стали отключать встраивание на своих видео, чтобы люди только через контакт переходили уже на YouTube и там смотрели. Это очень сильно не только по мне ударило и по всем блогерам. Ну, а сколько, ну, Дурова уже нету, кстати говоря, а вроде убрали его на днях буквально вообще. Скажи, пожалуйста, а сколько вот тогда ты зарабатывал, когда была возможность просчитывания с контакта и сколько сейчас? Я вообще на самом деле не знаю алгоритмов, по каким YouTube считает. Он одно время может выделить одно количество коммерческих просмотров, а в другой раз может выделить совершенно другое количество просмотров. Я вообще не понимаю, от чего это зависит, и поэтому... Ну, в среднем. Даже вот, например, даже люди, если... Ну, в среднем, если... Я не знаю, как блогеры говорят, что они зарабатывают один доллар с тысячи просмотров, у меня столько не получается. Я не понимаю, почему. Вот. Может быть, там полдоллара с тысячи просмотров. Ну, а в месяц сколько примерно у тебя выходит? Ну, смотри, у меня же не прямая партнерка, я через агрегатора подключен, поэтому я еще процент плачу туда. Ну, какой-то... Ну, сто, может быть, там чуть больше. Это, ну, стипендия. А почему ты напрямую не хочешь подписаться с Google, с YouTube? У меня есть ролики, например, за которых я получил предупреждение, за то, что я использовал авторскую музыку там. И когда ты подключен через агрегатора, то проще решать вопросы. Если какие-то проблемы возникают, то ты не напрямую с YouTube связываешься, а уже через вот этих ребят, и они уже могут за тебя там словечко как бы замолвить, потому что у них наверняка там есть какие-то более высокие связи. Только это? Это единственный плюс? То есть, например, вот я получил какое-то... Даже не предупреждение, даже у меня ролик удалили этот. Я так и не понял за что. Но нарушение авторских прав у меня было. Но как бы канал это не повредило. Страйк никакого не выписали. У меня просто до этого был еще канал. Я тоже был подключен. Я пытался там делать обзоры на песни. И получался таким чудесным образом, что каждый почти мой обзор попадал в точку и доходил до российских звезд. И там был скандал целый. В Твиттере там раздували этот случай. Но я думаю, ты не знаешь этих звезд российских, которые у нас тут поют. Ну, например? Например, такая группа Марсель. Нет, я не слышал. И Айза Далматова. Они мне там написали. Второй слышал. Там угрожал. Вот ВКонтакт угрожал. Все, там тебе, конечно... Что, за то, что ты пародию сделал? Нет, я просто, ну, как бы... Ну, весело обсудил текст его песенки. И там, когда еще... Спасибо, Ева, ты же знаешь, ресурс такой был большой. Портал блогерский. И там раздували, и там... А почему был? Его удалили, что ли? А? Его удалили. Почему был? Нет, его не удалили. В общем, вот этот скандал получился с угрозами. Более-менее потом занялось. А потом я сделал следующий обзор на песню группы Серебро. И вот эти вот мне уже предъявили права и влепили мне страйк. И, в общем, я за все время поменял, наверное, 4 канала нарушения авторских. И потом я понял, что лучше я не буду трогать вот эту российскую музыку, чтобы меня тоже не трогали. Это себе дороже связываться с российскими исполнителями. Они настолько тупые, мне кажется, что они не понимают. Какой бы пиар ни был, это пиар. Большая аудитория там услышит вашу песню, но люди не понимают. А «Спасибо, Ева!» что за ресурс? Ну, «Спасибо, Ева!» В России же есть два крупных ресурса. Были, вернее, «Спасибо, Ева!» и «Карамба ТВ», на котором плюс 100 до 500 выпускается, какие-то еще там проекты. Ну, у которых очень большая аудитория. Вот на «Спасибо, Еве!» там была возможность публиковаться. И я там публиковался. А он больше не работает, этот «Спасибо, Ева!» ресурс? Ну, у них какая-то там реорганизация вроде, и они обещают в марте открыться и что-то глобальное совершить. Понятно. Ну, хотя, как бы, действительно, ерунда. Если тебя пародируют, значит, твоя музыка, наоборот, популярна, и, наоборот, они должны были тебе поддержать как-то. Их же идиотизм. Они обиделись вот о днях, например, очень известного российского блогера, таким образом, режиссеры русские, за то, что он сделал обзор на кино. Очень большой канал, «Бэткомедиан». У него около полумиллиона подписчиков. Я так понял, что ему влепил Ютуб хороший страйк, потому что он записал видео о накрытии канала. А вот так, в общем, в России с нами разбираются. Так еще и в суд могут подать же, наверное, раньше? Да, так они ему судебными исками угрожали на миллионные суммы. Ну, понятно. Так что не только в обычной жизни нас могут достать. Нас теперь могут достать и в интернете. А с 1 февраля вступил закон в России, который разрешает какому-то органу, правительственному закрывать сайты просто. А, ну это я читал. Если они находятся, что-то непотребный, да? Непотребный, да. Ну, пример тому, сейчас ты знаешь, что творится с дождем, да, с телеканалом тоже. Живой журнал закрыли на какое-то время, я слышал. ЖЖ, это, ладно, полбеды, как говорится. А все-таки телеканал Дождь, это единственное, это все-таки видеоканал, и сейчас его со всех кабельных сетей выключают, потому что вот... Ну, да, я слышал, да, но не подробности мне удавалось. А, да, конечно. Свободы слова и так нет. Ну, может, я тебе скажу так, что я когда-то, когда начинал только делать свой канал, я сделал сюжет о том, что скоро будут бороться с интернетом. Тогда, конечно, еще этого закона не было. Подождет, придет время, и закроют, и ВКонтакте, и Ютуб, может, могут закрыть в России. И это вполне возможно будет в ближайшее время. Это же уже было случай, когда на несколько дней у нас Ютуб закрыли в некоторых городах. Действительно, полностью отрубили Ютуб. А когда вот «Невинность мусульман» вышел в фильме? Ну, это вот такая, получается, мы... Ну, Россия идет к прообразу Северной Кореи. Вот. И я удивлен, что... Кроме замыкает. Да, ну, есть единственная, конечно, у всех возможность. Для меня, как бы, с точки зрения моего бизнеса, это выгодно. Уезжайте в другие страны. Пока еще границы открыты, надо уезжать в другие страны жить. Вот, как бы, единственное, другой борьбы нет. Либо всем просто вставать и... Как украинцы делают сейчас. Но на это русский народ пока не способен. Да, у нас по главе дубинками. Ну, дубинками бьют, потому что их мало. Тех, кого бьют, понимаешь? Если их было в 10 раз больше... Такие случаи надо рассказать, которые просто анекдотические. Когда Путин приезжал к нам в Тамбов, ты не представляешь, что здесь творилось. Путин, без предупреждения, ну, как узнали за день, просто в шоке будешь. Зимой, прошлой зимой приезжал. Даже в Ютубе видео есть. Так, в ночь перед приездом Путина из леса привозили чистый снег в горы к нам. Красили, минус 30 было реально. Красили заборы железные в минус 30. То есть, краска просто застывала. Это вообще... Просто уму не поддается. Вот у нас и дороги, все, дороги... Все перекрыли, город встал все, на работу люди все поопознали, ну, как всегда, да. Я тебе скажу, что я вот в Нью-Йорке несколько раз видел, как Обама проезжает. Ну, на полчаса, может быть, там перекрывает не основную трассу, а там вот эти промежуточные, и то там все пускают вокруг. А если это мэр города или губернатор, вообще ничего не перекрывается никогда. Да, все, как бы, все спокойно, и вот так. Ну, окей, что, опять мы вернулись к политике, хотя не пили еще. Бесконечная тема, о ней можно говорить и говорить. Понятно. Что-то еще, какие у тебя планы вообще вот в Ютубе, что-то, может быть, еще какие-то каналы планируешь сделать? Я развиваюсь потихонечку. Второй канал у меня есть по профессиональному деятельности, по видеосъемке. Там очень много народа, немного балуюсь обучением, учу людей, потому что сам умею, сотрудничаю с магазином, с одним местным. Вот они там предоставляют мне технику для обзоров. Учишь людей снимать профессионально? Учу, да, снимать какие-то хитрости маленькие, рассказываю, как с людьми общаться. То есть, основное направление – это свадебная видеосъемка. Понятно. То есть, не такая советская, а такая вот хорошая западная съемка. Понятно. На такие вещи я ориентируюсь. С элементами эротики? Нет, нет. С элементами эротики. Окей. Ну, что, сколько у нас по времени? Почти 15 минут. Ну, почти 15 минут. Время быстро. Я не монтирую ничего. Я все выкладываю так, видишь? У тебя есть возможность монтировать, потому что тебе это нравится. Давай вторую часть снимать. Сейчас ты мне выше вопросами задавай. Сейчас я... Спасибо.